если вы слышите рев осла то не спешите делать выводы возможно это кричит пингвин здравствуйте с вами павел дикон и программа евразия познаем вместе оказывается пингвины гумбольта могут реветь как осел пингвин гумбольта он обитает в южной америке на скалах в основном и перу и в чили обитают эти пингвины там проходит холодное перуанское течение там температура круглый год в районе от 10 до 15 градусов температура воды то есть никакого естественно снега там нет а на самих скалах может солнце припекать замечательно прям как в тропиках там до 30 градусов спокойно температура доходит и вот эти пингвины живут на таком побережье скалистом ныряют охотятся за рыбой которая проходит по этому холодному течению пингвины гумбольта занесены в красную книгу и говорят что их осталось около 12 тысяч особей всего в природе связано это с тем что холодное течение из-за изменения климата земли потихонечку становится теплым и в нем все меньше и меньше еды которая приходит пингвином нужна морская вода соленостью хотя бы там в районе 15-20 грамм на литр солености и температура от 10 до 15 градусов температура воды круглый год поддерживается а сверху должен быть для них берег такой имитирующей скалы на котором они будут отдыхать там гнездоваться и сверху температура должна быть выше 20 градусов вот так привыкли эти пингвины жить в природе такие же условия нужно создавать им неволе и они размножаются в неволе я сам лично несколько раз выводил пингвинят можно так сказать оказывается пингвины моногам однажды создав пару они вместе будут строить гнездо растить потомство и так это все будет вместе с одним партнером и на всю жизнь пингвины гумбольта в основном одно яйцо приносит ну иногда два причем эти два яйца немножко различаются там на несколько дней по времени ухаживают за своими малышами и пингвины гумбольта за год могут приносить два потомства то есть они вообще не прекращаясь у них цикл в районе пяти шести месяцев идет приносят потомство и потом следующее 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 вообще без остановки всю жизнь они размножаются в основном пингвины гумбольта кормится с тайной рыбой ныряя на 60 150 метров в период размножения они не уходят кормиться дальше чем на 35 километров после сезона размножения птицы наедают в море жировые запасы перед линькой которая затем продолжается две-три недели основными врагами пингвинов гумбольта являются морские львы косатки морские леопарды вот все хищные млекопитающие морские они охотятся на пингвинов можно бесконечно наблюдать как пингвины плавают по бассейну с огромной скоростью а затем выходят всем семейством на берег и передвигаются мягкой лунной походкой с вами был павел дико на программу евразии познаем вместе